Уважаемые друзья, мы продолжаем наши беседы по книге «Бытия», тот цикл, который мы назвали «Гибель Первого Мира». Сегодня мы немножко вернёмся к поколению Каина. И так сказано, что у Каина был сын по имени Енох. А Енох означает «воспитанник». И книга «Бытия», 4 глава, 18 стих, сказано, «У Еноха родился Ират, Гайдад, Ират родил Михаэля, Михаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха». Как мы с вами уже определились, все имена в Библии – это говорящие имена. Значит, имя Енох означает «воспитанник». Ират, сын Еноха, активный в падении, Мехеаэль, забывший Бога, Мафусал, просящий смерти, Ламех – слабость. По этим именам мы можем восстановить картину деградации всего поколения Каианитов. Система их воспитания была порочна – Енох, и от неё произрастали такие пороки, которые приводили к падениям – Ират, и забвению о Боге – Мехаэль. В результате эти люди испытывали страшную депрессию и начинали просить для себя смерти – Мафусал, пребывая в общей духовной расслабленности – Ламех. Таким образом, череда имен оказывается характеристикой для этого поколения людей. Их воспитание было проникнуто духом Каина, они были склонны к падениям, забвение о Боге проистекало от этого, жизнь не приносила им подлинного удовлетворения, они просили смерти, и общая слабость, она обнаруживалась в их среде. О первых поколениях Сифа сказано, Сиф жил 105 лет и родил Еноса, по рождении Еноса Сиф жил 800 лет и родил сынов и дочерей, всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана, по рождении Каинана Еноса жил 815 лет и родил сынов и дочерей, всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малалейла. Это Бытие, 5 глава, 6 по 12 стих. Внимательно рассмотрев значение этих имен, мы сможем дать им соответствующую характеристику. имя Енош означает вспыльчивый человек, имя Каинан – приобретать, имя Малалейл означает восхвалять Бога. И общая характеристика этой части поколения Сифитов – следующее. Благочестивое начало – Сиф – не может в грядущих поколениях остановить животное начало – Каинан. Но свет веры не погас, и восхваление Бога, Малалейл, продолжалось. Таким образом, когда мы переводим эти говорящие имена и прочитываем один смысл за другим, это характеристика поколению. И мы читаем далее. Бытие, 5 глава, с 13 по 21. По рождению Малалейла Каинан жил 840 лет и родился в новых дочерей. У нас двойной счет идет годам. Один идет по септуагинте, другой идет по масоретскому тексту. Я воспроизвожу только то, что как бы берется за основу. По рождению Малалейла Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малалейл жил 65 лет и родил Иареда. По рождению Иареда Малалейл жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малалейла было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Иноха. По рождению Иноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Инох жил 65 лет и родил Мафусала. У нас получается два Мафусала. Один Мафусал у нас Каянит, и это имя означает просящий смерти, а другой Мафусал – сифит. И на еврейском языке эти имена, они по-разному произносятся, транслитерируются по-разному. Каянит действительно означает просящий смерти, а сифит, то есть потомок праведного сифа, отгоняющий смерть. И действительно Мафусал прожил самое большое количество лет. Имя Иаред означает снисходить, опускаться, ну и Еноха означает воспитанник. Общая характеристика этой части поколения сифитов – «Духовная деградация продолжалась, Иаред, но правильные духовные наставления, Енох, по-прежнему приносили религиозно значимые результаты» – Мафусал, которые, несмотря на колебания поколений сифитов между добром и злом, сохранялись с паразитным постоянством. И далее мы читаем, «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет, и ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его». Что значит «Бог взял его»? Существует устойчивое еврейское предание, которое подтверждается древнехристианским преданием, о том, что Енох был взят живьем на небо. Но мы видим, что на небо был взят семейный человек. У него была жена, у него были дети, и Златоуст из этого делает вывод – семейная жизнь не препятствует духовному росту. Напротив, взошедший на небо человек из допотопного мира был вполне семейным человеком. В послании апостола Июты есть даже ссылка на таинственную книгу Еноха. И надо сказать, что в древнехристианской церкви она пользовалась авторитетом. Самые древние сохранившиеся книги Еноха – это эфиопская версия и древнеславянская версия. Они абсолютно совпадают одна с другой. Ни на греческом, ни на латыни ничего такого древнего не сохранилось. Только на древнеславянском и на эфиопском. Но где-то в период Средневековья у евреев появляется книга, которая тоже называется книга Еноха. И евреи говорили, что вот это настоящая книга Еноха, а не та, которая у христиан, эфиопских. Но позже ученые, гибраисты доказали, что еврейская книга Еноха – это подделка, причем средневековая. А когда в середине XX века были раскопки в Кумранах, там нашли книгу Еноха, датировка которой была в период времени до Рождества Христова, этот список. И когда ее сравнили со славянской и с эфиопской, она оказалась идентична им, этим текстам. Точнее, эти тексты оказались идентичны по отношению к этой древнейшей книге Еноха. Та цитата, которую приводит апостол Иуда в своем послании, ссылаясь на книгу Еноха, она обнаруживается и в кумранской версии, и в эфиопской версии, и в древнеславянской версии. И мы читаем далее. И жил Ламех по рождению Ноя, 595 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сыновей – Сима, Хама и Афета. Это Бытие, 5 глава, 30-32 стих. Я уже вам сказал, что цифры не совпадают. Если вы пользуетесь протестантским изданием, там даются цифры только по еврейскому тексту. А в православном издании даются и по еврейскому, и по греческому. То есть по Масори и по Септуагенти. Ной, ноах по-еврейски означает тот, кто утешит, тот, кто принесет в этот мир утешение. А его сыновья, Сим, Хам и Афет, после потопа они становятся родоначальниками человеческих рас. Человеческие расы будут происходить от этих трех сыновей Ноя. Сим, по-еврейски Шем, означает имя, имя. Если на еврейском языке вас спрашивают Шем Мешпаха, хотят узнать, какая у вас фамилия. А фамилия по-еврейски имя семьи. Шем, имя Мешпаха, семьи. Хам означает жар, страсть, горячность. Это характеристика негроидных рас. А семитами, следовательно, являются евреи и арабы. Древние ассирийцы тоже были семитами. Иофет, Иофет, третий сын Ноя, Ноаха. Яфет, по-еврейски, красивый. В Израиле есть город, называется Яфа, то есть красивый. Иофет, родоначальник индоарийских групп, индоарийской расы, откуда происходят европейцы и славяне. То есть те, которые создали прекрасные цивилизации Древней Греции, Рима, Византии и Святой Руси. Таким образом, мы видим, что имена, они являются некой духовной характеристикой. А как такое может быть? Библия показывает, особенно книг Бытия, что, скорее всего, имена давались в неком пророческом озарении. Мы об этом отчасти говорили. Чаще имена давали женщины. Когда женщина рождает ребенка, она находится в состоянии исполнения Божьей заповеди. И она всецело отдается исполнению этой заповеди. Эта заповедь – плодитесь, размножайтесь. А когда человек всецело отдается исполнению какой-нибудь заповеди, он имеет статус праведного, благочестивого, и дух пророчества может сходить на него. И когда меня просят как-то духовно наставить женщин, которые очень переживают, как у них будут проходить роды, я говорю – никак не волнуйтесь, идите рожать ребенка с мыслью, что это Божья заповедь, митцвот, эту митцву, заповедь вы должны исполнить. Вот с этим намерением рожайте, все будет нормально. Потому что Божьи заповеди, они не приложены. Итак, у нас появляется новый персонаж – Ной, о котором в Новом Завете в послании к евреям, 11 глава, 7 стих, апостол Павел пишет, «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею, то есть той же верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». И в книге пророка Иезекииля в 14 главе, 13-14 стих говорится о том, что если бы Бог пришел бы судить мир и оценивал бы ветхозаветных людей по их деяниям и поступкам, то спаслись бы только три человека. Эзекииль, 14 глава, 13-14 стих, «Если бы какая земля согрешила и ниже, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души». Что значит только свои души? А тела они свои не смогли бы спасти, тело все равно умрет. Но их души выходили бы из этих тел в таком блаженном, благостном состоянии. Только трое из всего Ветхого Завета. И в третьей книге Ездры говорится, что спасается, как капля против волны, а Эзекииль установил диаметр этой капли. Только три человека. Но с приходом Иисуса Христа на землю, после его Голгофской смерти, ситуация меняется. И в Апокалипсисе Иоанн Богослов свидетельствует, что он видел великое множество спасенных из всех племен, народов и языков, которых никто не мог пересчитать. А они были в белоснежных одеждах и с золотыми венцами на головах. И они восклицали спасение Богу нашему. Теперь мы приступаем к исследованию шестой главы книги «Бытия». И первая тема, шестая глава с первого по четвертый стих. «Сыны Божьи и дочери человеческие». И мы читаем, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Какую кто избрал. Кто такие сыны Божьи? По-еврейски «бней и лагим» – сыны Божьи. «Бней и лагим» – называются в книге Иова ангелы, которые собираются пред престолом Божиим. Но «бней и лагим» в данном случае может означать и людей Божьих. И люди Божьи – это потомки праведного Сифа, а дочери человеческие – это каянитки, потомки нечестивого Каина. «И Бог истребляет мир в водах потопа только за то, что две этих линии начали смешиваться каяниты и сифитами». Если вы спросите, а кто же эти сыны Божьи, ангелы или люди, вопрос очень сложный, потому что у разных отцов по-разному дается ответ на этот вопрос. Наиболее древние отцы настаивают на том, что сыны Божьи, которые входили к дочерям человеческим, это ангелы. Но более близкие к нам отцы говорят, что все-таки это были люди, которые называются сынами Божьими, потому что они сифиты, то есть потомки праведного человека. Такие авторитетные авторы, как Климент Александрийский, Немезий Эмесский, Амбросий Медиаланский, они считали, что сыны Божьи – это ангелы. А такие авторы, как Ефрем Сирин, Августин Блаженный, Златоуст и последующие за ними, считали, что это сифиты. Кстати, Дмитрий Ростовский в своем келейном летописце, он как бы озвучивает две версии, не отдавая предпочтения ни одной из них. То есть он говорит, вот одни считали так, а другие считали несколько иначе. На самом деле это не суть важная, потому что как бы к делу спасения такие детали, они прямого отношения не имеют. Но в любом случае мы видим, что Богу не угодно смешение, потому что верующий человек должен всегда иметь четкое ощущение того, кто свой, кто чужой. Если мы потеряем ощущение, кто свой, кто чужой, то мы не выживем в этом мире. На самом деле это совершенно необходимое распознавание свой-чужой, иначе иммунная система, нравственная и моральная, будет повреждена, чужой станет своим, свой-чужим, и мир будет уничтожен Богом. Слово Бавель, еврейское слово Бавель, Вавилон, и означает смешение, смешение людей, народов и языков. И последний мир, который уничтожается в огне, это мир, в котором мы с вами живем, он в апокалипсисе называется Всемирный Вавилон. То есть мир будет уничтожен, когда грань между своими и чужими, она сотрется. Когда наши юноши будут выходить за современных нам каяниток, хананьянок, вводить их в наши дома, и совершенно непонятно, как же будут воспитываться дети. Если семья создается не на основе духовного единения, только на плотском вожделении, скорее всего, это не семья, а некое такое близкое к животному соитие. И далее говорится, шестая глава книги Патия, третий, второй стих, «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему пребывать, быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». До этого люди жили очень долго. Мы знаем, что Адам прожил 930 лет до своей смерти, а здесь Бог сокращает срок жизни людей до 120 лет. Потом Он сократит до 70. Почему древние люди жили очень долго? Отцы отвечают на этот вопрос, что это было связано с тем, что Господь долго терпит, ожидая покаяния. И решение об уничтожении первого мира в водах потопа одно не сразу созрело. А Бог сначала сокращает жизнь людей на 120 лет. И далее мы читаем, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Исполины, по-еврейски «нефилим» – это такие легендарные великаны, которые были наделены колоссальной физической силой, но при этом они были нравственные пигмеи, уроды. Нравственные пигмеи, уроды. И эти исполины, они были противниками благочестия. Они разрушали мир вокруг себя. Кстати, известно, что в последние времена женщины будут рожать подобных акселератов переростов, переростков. В 3-й ездре, 5-й глава, 8-й стих сказано, «Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь, дикие звери переменят места свои, то есть места обитания, это реально сейчас происходит на планете, и нечистые женщины будут рождать чудовища». То есть род исполинов, великорослых, он как бы вернется, и это ускорит уничтожение второго мира, который будет уничтожен уже в огне. Итак, мы прочитали, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди, на самом деле не славные, а крикливые, горделивые и крикливые, которые были поглощены собственным гедонизмом и самомнением. Давайте посмотрим некоторые комментарии Немезий Эмески в своем трактате о природе человека писал, «Из бестелесных существ только ангелы изменились, а к худшему из бестелесных, и то не все, а лишь те из них, которые, увлекшись к низкому, возымели склонность к земным вещам, то есть к земным девам, отступив от общения с Высшим и Богом». Здесь мы видим, что Немезий Эмеский, подобно Амбросию Медиаланскому, Клименту Александрийскому, он считал, что, конечно, Бнея-Лагим, сыны Божии, это ангелы. Но более близкие к нам отцы, они придерживались другой точки зрения. И Ефрем Сирин, например, в своем толковании на книгу «Бытия» писал, «Сынами Божьими называются сыны Сифовы. Они, как чада праведного Сифа, именуются народом Божьим. Прекрасные на вид дочери человеческие, которых увидели сыны Божии, это дочери Кайновы. Их красота, и убранство послужили сетью для сынов Сифовых. Слова же «брали их себе в жены», какую кто избрал, показывают, что когда они брали их себе в жены, тогда были высокомерны с ними, совершая выбор. Бедный превозносился перед богатую, старый перед юною, самый безобразный надмевался перед самой красивой. То есть, деформации, они коснулись, деформации греха не только кайонитов, но и сифитов. Иначе бы сифиты не брали за себя кайониток. Такой смысл в прочитанном истолковании. почему для нас очень важно изучать события, связанные с гибелью Первого мира? Потому что Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 24 главе с 36 по 39 стих прямо говорит «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». То есть, как погибал Первый мир, так же все повторится при гибели Второго мира, то есть, в котором мы с вами живем. Христос продолжает «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». То есть, никто не будет верить в конец света, тем более, что к концу света будет предшествовать период апостасии, то есть, всемирного отступления от веры. Библия перестанет являться чем-то авторитетным для людей, они уверят как бы в собственное бессмертие. И вы знаете, сейчас существуют всякие биотехнологии, которые позволяют людям там сердца менять, обновлять кровь, и говорят, что, возможно, в ближайшее время расслоение будет связано не с финансами даже, а с финансовыми возможностями пользоваться вот этими биотехнологиями, когда одни будут жить долго, счастливо и здорово, а другие нет, будут вымирать. Так же, как и сейчас мы вымираем. Христос говорит, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж. А разве люди не всегда едят, причем тут во дни перед потопом, не всегда пьют, не всегда женятся, не всегда выходят замуж. Почему Христос так говорит? Он имеет в виду, что они неправильно ели, неправильно пили, неправильно женились и неправильно выходили замуж. Что это может означать? Ели. Мы знаем, что после потопа, об этом говорится в книге Бытия, 9 глава, 3-4 стих, Бог все же разрешил людям вкушать мясную пищу, но запретил вкушать в пищу кровь, ибо душа животного в крови. Потом боговидец Моисей в законе Божьем подтвердил запрет на кровь, потом святые апостолы, об этом говорится в книге Деяния апостолов, на первом апостольском соборе тоже подтвердили запрет на вкушение крови, потом правила церкви, вселенские поместные соборы, правила святых отцов тоже запрещают употребление в пищу крови. А в книге Бытия 9.3.4 сказано «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плати с душой ее, с кровью ее не ежди». Если после потопа бог дает такое позволение кушать мясо, но с неким ограничением, это уже указывает на то, что до потопа люди, несмотря на то, что до потопа разрешалось есть только растительную пищу, они уже употребляли мясо, причем с кровью, с кровью, то есть они неправильно питались, неправильно ели, пили, они пили, что-то не то, как-то не так. И в послании к Ефесянам 5 глава 18-19 стих сказано «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, наседая самих себя псалмами и словословиями и беснопениями духовными пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть они пьянствовали до потопа, они не так ели, они не так пили, они не так женились. А что значит не так женились? Мы об этом уже говорили, сепиты женились на каянитках. Но есть и другой намек Ремис, что значит не так женились? Шестая бытия, 12 стих сказано «И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, то есть совращена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Растление и извращение. Возможно первые гомосексуальные свадьбы организовывались уже до потопа и люди ходили во след другой платьи, не во след той, за какой можно ходить и это опрокинуло этот мир. Потом немножко непонятно. Христос говорит «Женились, выходили замуж». Казалось бы излишнее добавление, да? Почему не сказать просто «женились», а вот сразу добавление. Выходили замуж. То есть не только мужчины брали за себя женщин, но появились перед потопом такие эмансипированные женщины, которые воровали мужчин, насиловали их, делали их своими наложниками. То есть мутация греха, особенно после того, как смешение происходило каианитов и сифитов, вот эти исполины рождались и среди них могли быть исполинки. Дух феминизма сейчас вообще опрокидывает мужское начало на всей планете, когда феминистки добиваются таких прав, которых никогда женщины не имели и особенно их раздражает, что куда-то их не пускают. Вы знаете, что каждый месяц на Афоне отлавливают отряды феминисток, которые пытаются туда проникнуть. А чего им там делать-то? Они знают, что Афон это место, куда женщин не пускают. И они целыми отрядами, такие лесбийские группы, они пробиваются туда сбитыми, бейсбольными, и там греческая полиция за ними бегают, отлавливают их, вовремя пытаются остановить. Таким образом, мы видим, что то, как Христос говорит о характеристиках времени перед потопом и перед гибелью Второго мира, все это очень напоминает тот мир, в котором и мы с вами живем, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в Ковчег и не думали, пока не пришел потоп, не думали, потому что не верили, и сейчас дух неверия, он настолько распространился буквально за последние 15-20 лет. Один польский священник мне рассказывал, он говорит, я не мог представить там 10 лет назад, 20 лет назад, что в школах будет снимать кресты. У нас в советское время школа, в гимназиях кресты висели, а сейчас судебным решением приходят какие-то комиссары от Европарламента, и они снимают кресты. И мы читаем далее 6-я глава книги Бытия, 5-й, 7-й стих, здесь говорится о решении Бога уничтожить людей. Это значит, что сокращение их жизни не привело их к раскаянию, а они продолжали грешить. Интенсивность греха не сбавилась после того, как Бог ограничил их возраст 120-ю годами. Читаем с 5-го стиха «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были злу во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вот здесь возникает некоторая нестыковка. Мы с вами говорили о том, что имя Бог, славяно-русское имя Бог указывает на божественную правосудность, а славяно-русское имя Господь указывает на божественное милосердие. А здесь, казалось бы, в каждом случае говорит Господь, то есть милосердный, и он говорит о том, что он принял решение истребить мир. Не только мир людей, но и мир животных. А почему же тогда имя Господь, греческое Кириос, еврейское Яхве, означающие меру милосердия? Потому что милосердие Божие определило, да, люди будут уничтожены, но не все. В ковчеге спасутся восемь душ. Животные будут уничтожены, но не все. В ковчег войдут вместе с людьми и животные. Попарно люди и животные, которые потом продолжат существование в мире после потопа. Блаженный Августин пишет, гнев Божий не есть волнение Духа Божьего. То есть мы не можем приписывать Богу ни гнев, ни любовь в человеческом понимании, потому что и гнев, и любовь в человеческом понимании некие страсти. Гнев Божий не есть волнение Духа Божьего, но суд, как и божественная любовь, это не есть оценочная такая категория. Вот человеческая любовь, любовь в человеческом понимании, это оценка, суд и предпочтение. В Боге все иначе. Итак, Августин пишет, «Гнев Божий не есть волнение Духа Божьего, но суд, которым налагается наказание за грех. Помышление же и размышление Божие есть неизменная причина вещей, подверженных изменению. Бог не раскаивается в каком-либо поступке, как человек. Его суждение обо всех вещах вообще так же твердо, как верно его предвидение. Но если бы Писание не употребляло таких выражений, как то, что мы прочитали, раскаялся Бог, оно не говорило бы, Писание, так близко сердцу всякого рода людей, для которых оно предназначено быть советом, чтобы устрашать гордых, побуждать нерадивых, упражнять исследующих и давать пищу понимающим». То есть, когда мы читаем, что Бог гневается, Бог раскаивается, это не означает, что Он действует как человек. Просто Писание разговаривает с нами на нашем языке. Как в книге пророка Осия и сказано, что Бог узами человеческими влечет нас к себе. Но это ни в коей мере не означает, что в Боге может присутствовать хотя бы тень разочарования. Это не то, что можно сказать о Боге. И также в «Граде Божьем» Августин пишет, «А что возвещается гибель также всем земным животным и птицам, то этим указывается на величину предстоящего бедствия, а не выражается угроза гибели лишенным разума животным, как если бы и они согрешили». Впрочем, есть точка зрения, что животный мир разделяет участь людей, потому что исполины настолько извратили природу человеческих отношений, что они совокуплялись не только в рамках одного пола, гомосексуальные отношения, но вступали в подобные связи и с животными. И как бы осквернение произошло и женского пола, и мужского пола, и мир природы, когда эти женщины из Полинки вступали в такие контакты, и мужчины допускали нечто подобное. Амбросий Медиаланский в своем трактате о Ное писал, «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных, истреблю. Чем же провинились неразумные твари? Они были сотворены ради человека, и по истреблению человека, ради которого они были сотворены, следовало истребить и их. Ведь уже не существовало бы того, кто бы ими пользовался. Но в более возвышенном смысле это означает, «Человек есть душа, способная к разумению, ибо человек по определению есть разумное и смертное живое существо, животное. Когда же главное в душе истреблено, наряду с ним истребляется и всякое чувство, ведь для спасения не остается ничего, коль скоро разрушено основание спасения добродетель». Амуросин Метелландский пошел немножко другим путем. Он говорит, уничтожение людей и животных означает уничтожение тех, которые еще немного оставались людьми, и уничтожение тех, которые по своим нравственным качествам оказались как гады ползающие, как змеи какие-то, как скорпионы, как тигры и львы. То есть потеряли человеческое достоинство, и они уже не называются даже людьми. Они уже не называются людьми, поэтому надо понимать это отчасти и аллегорически. Как я вам говорил, святотеческая традиция допускает разные истолкования, даже внешне взаимоисключающие. Одно другое. И это не противоречие, это богатство традиции. Это богатство традиции. И когда вы будете исследовать Писание, исследовать по святым отцам, не удивляйтесь, что один отец дает такое объяснение, а другой немножко другое, или совсем другое. В этом богатство традиции. И далее мы читаем об избрании Ноя. Шестая глава, восьмой, десятый стих. «Ной же обрел благодать предачами Господа Бога». Вот здесь как бы имя Господь, оно точно на своем месте, потому что уничтожается не весь мир, и уничтожается не сразу, а поэтапно. Сначала сокращаются годы их жизни, потом, когда они не справляются, тогда уже все становится немножко строже. «Ной же обрел благодать предачами Господа Бога». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Афета. А что такое? Непорочный вроде своем. Как это понять? Есть два объяснения. Они димитрально противоположные. Одни святые отцы говорят, что значит, Ной был непорочный вроде своем. А тогда род человеческий был такой, что их всех надо было утопить. И Ной, который был непорочный вроде своем, он просто был лучшим человеком по сравнению со всеми остальными. И если бы Ной жил бы во дне Авраама, он бы считался бы конченным грешником, пьяницей, как увидим дальше. Но вот в то время ты был лучший человек. Как вот есть такая пословица – не стоит город без святого и село бесправедного. может быть, брат, сестра, у тебя тоже не очень такие твёрдые нравственные убеждения, но в своём подъезде ты единственный человек, который молится вечером, молится утром, и только по твоей молитве благословение Божие сообщается целому подъезду. А если во всём доме никто не молится, то целому дому. Праведный вроде своём – это в том окружении, имеются в виду те люди, среди которых ты живёшь. Золотоуст предлагает другое объяснение. Он говорит, праведный вроде своём – это похвала Ною. Даже в такие развращённые времена он сохранял свою праведность. Легко сохранять праведность, когда ты живёшь во дне Авраама и имеешь такой пример перед глазами. А если бы ты жил бы до потопа в этом мире чудовищных исполинов, этих злобных великанов, сумел бы ты сохранить свою праведность, своё благочестие? Да, тебе повезло, ты живёшь на Святой Руси, а родился бы где-нибудь в Оклахоме, соседи твои наркоманы, одна часть, другая часть – извращенцы, а третья – вообще либералы, им всё равно, как ты живёшь. Смогут и быть праведны. Поэтому, как бы, находятся два решения. Ной был человек праведный и непорочный вроде своём. Ной ходил пред Богом. В еврейском оригинале мы находим приставку «эт». Приставка «эт» означает «ходил с Богом», с, то есть вместе с Богом. Что это означает? А он не смог бы сам ходить. Он не смог бы выжить в таком мире, если бы он не ходил вместе с Богом. Бог не поддерживал бы его. И действительно, у Ноя были проблемы. Мы видим, как после потопа вот эту пагубную привычку пьянствовать, он внесёт её в новый мир. Казалось бы, только вышли люди из Ковчега, и первое деяние Ноя – быстро насадите виноградник, сделать вина и отметить это событие. И так отметил, что упал, голый лежал в своём шатре, и последствия были не очень хорошие. Но это был человек праведный, непорочный, вроде своём. Кстати, Лот, племянник Авраама, который отделился от своего дяди, поселился в Содоме и Гаморе, тоже называется в Новом Завете праведником. Вроде своём. В Содоме Лот оказался лучшим человеком. И Бог послал ангелов вывезти его из Содома. То есть, даже несовершенный праведник, он праведник. А само еврейское слово праведник, цадик, что оно означает, на что указывает цельный человек. Насколько возможно цельный, вот в тех обстоятельствах, в которых он живёт. И мы читаем 6 главу с 11 по 16 стих, где Бог повелевает Ною соорудить ковчег. «Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями. Растлилась, то есть извратилась, наполнилась злодеяниями, то есть преступлениями». Это значит, что разврат и преступность, они всегда как бы соседствуют друг с другом рядом. «И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Вот извратила путь на земле. Это может быть косвенное указание на половые извращения. «И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришёл пред лице моём, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи, и сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нём нижнее, второе и третье жильё». Здесь мы видим, что Бог даёт поручение Ною, а Но – это значит утешитель, строить ковчег. Кого преобразует собою Ной, Духа Святаго, который из Дух утешитель, а ковчег, что собою преобразует Церковь, Святую Церковь, только в которой одной и возможно спасение. И когда будет гибель Второго мира в огне, как апостол Пётр пишет, что этот мир сберегается к огню, спасение переживут только верующие люди. Как сказано, двое на поле, один берётся, другой оставляется. Двое на одной кровати лежат, один берётся, другой оставляется. Перед гибелью мира будет восхищение Церкви. Перед уничтожением мира в огне Армагеддона произойдёт восхищение Церкви, и встреча верующих с Господом будет на воздущих, а мир будет очищен в огне. Как апостол Пётр и пишет, земля и все дела на ней сгорят. Ной строил ковчег сто лет. Сто лет стучали молотки Ноя и его сыновей, Сима, Хама и Афета. Сто лет Ной проповедовал людям, чтобы они присоединились к нему и к его семейству и приняли участие в построении ковчега. Как и ныне Церковь призывает людей одуматься, вернуться в её лоно и обрести спасение перед грядущей вселенской катастрофой. Недавно умер, буквально на днях похоронен, известный актёр, пародист. Как его фамилия, напомните? Задорный. Он действительно был очень такой задорный пародист. И он был известен как человек, который очень скептически относился к церкви. Он любил своих выступлениях, иронизирует по поводу церкви. И он даже публично отрёкся от своего крещения и вступил в языческие организации. Но перед смертью, незадолго до смерти, он принёс покаяние церкви, и мы с сожалением услышали о его смерти, как о смерти нашего брата во Христе. То есть он откликнулся на призыв церкви. И вот стук молотков Ноя, Сима, Хама и Афета – это было действие, которое должно было пробудить сердца их современников. Как Христос в апокалипсисе говорит, «Се, стою у двери и стучу. Кто услышит, откроет дверь». Но мы знаем, что в период Апостасии вера почти полностью умолится на земле, и Сын Божий сказал, что придя на эту землю в своём втором пришествии, едва ли он найдёт веру на земле. Едва ли он найдёт веру на земле. И всё это как раз будет как бы таким моментом, который будет ускорять гибель мира. Разврат, жестокость, пьянство, эмансипация, общая распущенность, неверие. Ефрем Сирин пишет, «Поскольку сыны Сифовы брали себе в супружество дочерей Каиновых и пренебрегали прежними женами своими, то последние начали пренебрегать хранением чистоты и стыдливости, соблюдаемых ими, до того времени ради мужей и вместе с ними. И как невоздержание это распространилось в мужах и жёнах, то Писание говорит, всякое плоть извратила путь свой». То есть, если мужчина начинает изменять жене, жена начинает изменять мужа. То есть, все отношения исказились. В мир вошёл беспорядок. Блаженый Августин в своём бессмертном творении о Граде Божьем пишет, «Ковчег, в котором Ной со всеми своими, то есть женою, сыновьями и невестками, а также и с животными, которые вошли к нему в ковчег по заповеди Божьей, а мог бы спастись от потопа, без всякого сомнения, служат образом странствующего веки сём Града Божьего, то есть Церкви, получившей спасение посредством дерева, на котором был распят праведник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, «Ибо и размеры ковчега, его длина, высота и ширина являются образом человеческого тела, облечённый в истинную природу этого тела, должен был прийти к людям, обитованный и пришёл». Длина человеческого тела от темени до подож в шесть раз больше высоты, которая измеряется от спины до живота. Или, если измерять человека в лежачем положении, обращённого лицом вверх или вниз, то длина его от головы до ног в шесть раз больше, чем ширина его груди справа налево или слева направо и в десять раз больше, чем высота от земли. Соответственно, этому и ковчег был сделан в триста локтей длины, пятьдесят ширины и тридцать высоты. Дверь же, которую он имел сбока, есть, конечно, ничто иное, как та рана, которая возникла от пронзения копием рёбер распятого на кресте. Этую дверью входят приходящие к нему, Христу, так как из неё истекают таинства, которыми освящаются верующие. И мы помним, что когда копьём ударили под ребро, истекла кровь и вода. Вода – символ таинства крещения, кровь – таинство Евхаристии, Святого Причастия. То есть Блаженный Августин, он видит, что контуры ковчега, они соответствуют тому, что мы говорим о церкви, «Церковь есть тело Христово». Только тот, кто принадлежит к телу Христову, он может рассчитывать на спасение перед лицом надвигающейся гибели. Если бы кто-то задался вопросом изучить на просторах интернета, кто в наше время больше говорит о гибели мира, светские учёные или религиозные проповедники, в наше время о неизбежной гибели мира больше говорят светские учёные, чем религиозные проповедники. И они говорят со всей определённостью, что процессы экологической гибели, это уже необратимые процессы, они начались, они будут продолжаться, и всё приходит к своему неизбежному концу. В советское время, в 20-30-х годах выходила газета, которая называлась «Безбожник». Я помню, в советское время я собирал макулатуру для школы, и я нашёл там номера этой газеты, и я увидел там статью, которая называлась так, «Попы опять пугают». И автор этой статьи пишет, это там 30-е годы, «Попы угрожают своей Библией взорвать весь этот мир». Они говорят, что мир сгорит в огне. Но эти невежественные люди даже не догадываются, если они соберут весь пороховой запас и весь запас динамита в одном месте и взорвут, для такой огромной планеты это ничего не значит. Они взлетят кверху со своими бредовыми идеями, а планета как двигалась, так и будет двигаться вокруг Солнца. Забавно, оканчивает статью этот какой-то капсомолец. Но сейчас это не забавно. Сейчас любой учёный скажет, что тут ядерный потенциал, колоссальный потенциал, который накоплен уже на этой планете на фоне экологического кризиса, гибели, по сути дела, планеты, необратимых процессов, всё это может уничтожить эту Землю и даже не один раз. И даже не один раз. Таким образом, мы видим, что события, которые описываются в шестой главе, это как бы наша реальность, теперешняя реальность, которая по-новому переживается нами. И мы читаем шестую главу с 17 по 22 стих, где Бог велит Ною взять в ковчег свою семью и представителей всего живого. И вот я наведу на Землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Всё, что есть на Земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдёшь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жёны сынов твоих с тобою. Вот здесь есть такая особенность, когда Бог будет говорить «выходите из ковчега», там будет сказано, что Ной должен выходить со своей женою, а его сыновья со своими жёнами. А здесь порядок другой. «И войдёшь в ковчег ты и сыновья твои». То есть мужчины отделены от женщин. И далее. «И жена твоя, и жёны сынов твоих с тобой». Почему? Потому что, когда над миром готова разразиться такая трагедия, все должны пребывать в состоянии строжайшего воздержания, молитвы и поста. И далее, 19 стих и ниже. «Веди также в ковчег из всякого скота, из всех гадов, из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужеского пола и женского пусть они будут, из всех птиц по роду их, из всех скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужеского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищу. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». Мы видим, что великое назначение Ноя – окормлять всех, кто будет находиться в ковчеге. И великое назначение церкви – сообщать пищу и людям, и тем, которые еще не преодолели в себе животное начало, они, конечно, люди, а мы знаем, что в ковчеге были чистые и нечистые животные. Это указание на то, что и праведные, и не очень стойкие в праведности, и грешные, если будут искать спасение, они обретут его. Дверь в ковчег открыта для всех, пока эта дверь не закрыта. А эта дверь – это ребро Спасителя. Пока есть возможность креститься, надо креститься. Пока есть возможность причащаться, надо причащаться. Но Христос сказал, что всегда так не будет. О святом причастии Он сказал, «Сие творите в Моё воспоминание, пока Я не приду». И если в первом пришествии Он приходит не судить мир, а спасать мир, то во втором пришествии Он придёт именно судить этот мир. И далее, начало седьмой главы, а с первого по пятый стих, «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и всё семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным, предо мною, вроде сём». Вот опять эти слова, вроде сём. «И всякого скота чистого возьми, по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского». Почему чистого по семи? Потому что сразу, после того, как они выйдут из ковчега, они принесут в жертву из чистых животных Богу и оставят только те, которые на приплод. Так же из птиц небесных чистых по семи, мужского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Какой смысл заключается в этих словах? Августин Блаженный пишет, «Да узнаем этот ковчег, который служит прообразом церкви, да будем в нём чистыми животными, но не станем препятствовать, чтобы вместе с нами и нечистые могли укрыться в нём до конца потопа». Чистые и нечистые одновременно пребывали в ковчеге, но обоняние от их жертвоприношений не одинаково было угодно Господу, ибо после потопа ной принёс в жертву от Бога чистых животных, а не от нечистых. И тем не менее, никто из чистых не покинул ковчег раньше времени из-за нечистых. Ворон, правда, оставил ковчег и раньше времени покинул сообщество в ковчеге, но ворон был из нечистых, взятых под воя, а не из чистых, взятых по семи. И да, возненавидим нечистоту этого отделения. О чём пишет Августин? Сейчас тоже появились православные христиане, которые говорят, а мы не будем общаться с этим, с этим, с этим, какие-то слухи ходят, это чистый, этот нечистый, этот еретик, этот праведный, этот худой, этот толстый, этот рыжий, этот конопатый. И они начинают нападать на епископов церкви, на апостолов нашего времени. Они недовольны священниками нашей церкви. Это вороны, падальщики, которые падки на любую грязь, а в ковчеге было и чистое, и нечистое. И чистые не покидали ковчег из-за того, что там были нечистые. Только ворон нечистый улетел и уже не вернулся. А голубь, вы знаете, он отлетал и прилетал. Почему? Ворон нечистый, он мог себе позволить опускаться на трупы, которые плавали утопших покойников. И эти трупы, разлагающиеся в воде, для него были новым его ковчегом. Как и те, которые любят критиковать других христиан, они падки на любое разложение, нравственное, моральное. Это их стихия, которая скорее характеризует их самих. Как Григорий Богослов, Григорий Великий пишет, людям свойственно обвинять других людей в своих собственных грехах. И происходит вхождение в ковчег. Но как это будет происходить? Как произойдет встреча Христа с Церковью на воздухе? Какие есть приметы кончины Второго мира? и как воды потопа придут на всю Вселенную? Мы поговорим в следующий раз, если будем живы и Господь нам позволит. Спасибо Всего Всех Христу. Счастлив이를 Счастлив Что Христу они живы с по